Что получается? Чем кормится ребенок? Грудью? Сами кушать? Сами принимайте? Не надо сейчас. Вы сами принимаете 2 капсулы с утра, да, капсулы? Для этого будет достаточно, ребенок с грудным молоком попустит, пока не надо. Скажите, пожалуйста, вот если человек пожилой, 87 лет, ну, давать можно детскую омега-3 или все-таки взрослую? Можете, можете. Дайте пол чайной ложечки, конечно. Не может капсулы глотать, да? Ну, да. Пол чайной ложечки дайте. Пол чайной ложечки, да? Ну, многовато чайной, да, пол чайной достаточно будет утро. У меня такой вопрос, ну, 2 года, а бежишь с 4. Половинку давать? Да, можете половину давать, но просто у нас, знаете, вот в России... А просят больше. Не надо. Просто оно не усвоится, можно хоть 4 ложки дать. Просто лишнее все выведется. Все ясно. А относительно еды? До и после еды когда? Когда удобно, но обычно это лучше до еды давать. Первая ложка еды. Вот мы утром перед садиком старшего садика проводим? Да, да, да. Так я обычно рекомендую с первой ложкой еды. Но просто у нас рыбий жир зарегистрирован с года в России, а омега-3 жирная кислота зарегистрирована с 3-х лет. Там сейчас с 3-х лет, было еще 3-х, сейчас с 3-х лет стало. Это вообще любые продукты. Поэтому, ну, вот так вот, поскольку рыбий жир считается натуральным продуктом, хотя я вам разницу рассказала, а омега-3 считается лекарством, как препарат в этом. Препарат, да? Да, да, поэтому такая регистрация. Спасибо. Рекомендовать другим, чужим не нужно, но сами можете. Скажите, пожалуйста, ребенку год из 6, он искусственно нужен в скармливании, ну, то есть кушал и все. Ему уже можно давать, да? А он, если смесь получает, в смеси там... Нет, омега-3 вообще не будет. Тогда можно, я обычно после года, если ребенок смесь не получает, или грудное молоко, тогда можно. Так же получаем. А я правильно поняла, дети могут витамины пить 2 месяца пьют, 2 месяца перерыва, или нет? Или я что-то не думаю? Нет, я про рыбий жир рассказывала, который содержит в своем составе витамины А и Д, именно рыбий жир, он пьется 2 месяца, пьется 2 месяца перерыв, потому что там накапливаются витамины. А омега-3 чистые можно пить постоянно, и витамины, которые... Да, почему мы говорим о том, чтобы не более 50% было витамина в отсутствующей потребности? То есть вот эти маленькие дозы витаминов, они тоже могут приниматься постоянно. То есть витамины, что вам у нас как для женщин, для мужчин и детских витаминов, можно круглогодично пить. Спасибо. Добрый день. Можете прокомментировать? Сейчас новая тенденция пошла буквально 2 дня, как прочитал, немножко был удивлен. О вредности клейковины зерна. И из этого ряда всех круп... Нет, глютен, глютен, да, глютен, клейковины. Глютен, это тоже так. О вредности его, воздействия его на организм, частности на кишечный, на желудочный тракт, и исключить все остались только нам гречка и пшено. Нет, гречка, риск, укурузы не содержат глютен. Это безглютеновые крупы. Глютен содержится в пшенице, рожь, овсяк. Это пошло с запада. Вот сейчас веяние, да, как вегетарианство, да, которое очень модно. И когда родители, мамы садятся на вот такую жесткую диету и заставляют детей своих также питаться. У меня вот пришла одна бабушка, рассказывала, плачет и говорит, что мама не разрешает детям есть местные продукты, говорят, что там трубная ягода. При этом дети, она не организовывает им правильный рацион. Она их кормит орехами. Девочка два года садится на горшок и полный горшок орехов выходит. Там не переварено. Да, или какие-то макароны. И все в рационе. Больше ничего нет. Ну вот не должно быть крайностей. No fat, no холестерин, я вам говорила, да, что также пришли к тому, что болезни Айцгеймера, да, глютен, содержащий продукты, бывает на глютен аллергии. Мы с этим сталкиваемся у детей. Но если есть такие проявления аллергические, мы глютен устраняем на какое-то время, а потом возвращаем, да, это 3-6 месяцев мы убираем, потом мы возвращаем эти продукты. Мы выросли, да, на том, что пшеница, рожь, да, хлеб всему, голова, мы выросли на этом. Поэтому сказать, что это вот неправильно, это нельзя. Еще о чем говорят, допустим, вегетарианцы, приверженцы вот без глютенового, говорят, что развивается рак. Но я могу сказать, что от рака умирали и до нас с вами. Да, и был такой врач великий в начале 20 века, Давыдовский, он говорил, что каждый умирает от своего рака, но не каждый до него доживает. Да, и это как бы естественное такое вот старение организма, когда уже иммунная система пропускает раковые клетки. Вот, поэтому как бы то, что и мясо в рационе, рацион обязательно должен быть разнообразным. Не должно быть, вот то, о чем я вам говорила, не должно быть каких-то вот крайностей, именно, либо мы там не едим мясо, либо мы не едим там глютен, или все у нас обезжирено, этого не должно быть. Мы с вами, наш организм так устроен, что это все, небольшое количество, должно поступать. Продолжаем правильный эффект. Конечно, да. Спасибо. У меня ребенок, в принципе, ему 2 года, он на грудном вскармливании, и он не может отказаться. Я вот уже 3 раза пробовала, но он у меня активный. То есть он может съесть тарелку борща, там, заесть котлеты с макаронами, все равно просит грудь. У вас есть целый год, чтобы уже отказаться от груди. Вот. Потихонечку, потихоньку надо убрать, да, потихоньку уменьшается грудное вскармливание. Еще хотела спросить по поводу арахиса. Говорят, что он, в принципе, бесполезный и не берет. Это очень энергенный продукт. Арахис, он не нужен, вот скажу. Но, по крайней мере, до 3 лет детям не дается арахис. Спасибо. И бывает еще такое, что он у меня сладкоежка. Сейчас мы приехали к бабушке, и они постоянно ему дают. Ну, это потому, что бабушки подкармливают. Это просто должна быть... Ну, он у нас от еды, в принципе, он сейчас ест только грудное молоко и сладкое. Как? И вот, ну, нормально. Ну, не должно быть сладкого, и вы тогда не даете грудь, грудь только... Вы ее должны оставить только на засыпании. У ему уже 2 года, он большой уже. И здесь нужно проявить свой характер. Просто дети же, они манипуляторы очень сильные. Придя в этот мир, их можно сравнить с жучками, которые лежат на спине, дрыгают ножками, не могут ручками, не могут перевернуться. Да, за год ребенок делает такой скачок и в физическом развитии, и в интеллектуальном. Это человек, который строит взаимо... значит, перенимает вертикальное положение, стоит, ходит и начинает говорить, строит взаимоотношения со всеми членами семьи, и он знает, кем как можно манипулировать. Мы с вами заканчиваем институты, университеты, чтобы управлять другими. А он прекрасно манипулирует без всяких институтов. Просто здесь грудь строго... Поскольку он грудью замещает все остальные приемы пищи. Нет, груди нету. Да, вот грудь только на засыпании. Здесь как-то строгость надо проявить. Или вам на какое-то время тогда уходить, если вы не можете, если вы поддаете. Грудь только... Вот на днем ляжем с тобой, все, будет грудь. Потом убирается грудь днем, и потом она потихонечку уходит ночью. То есть здесь только постепенно, сразу резко ничего не делается. Но вы проявляете свой жесткий характер. Спасибо большое. Пожалуйста. Наталья Николаевна, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот я ребенку 2,5. Сейчас ей... Ну, с года и 2 я начала ей давать вот жидкую омегу. Результаты у меня потрясающие. Просто я заметила это. А сейчас вот я решила давать ей вот эти витамины и минералы. Ей можно эти витамины давать? Полтаблетки. Да, таблеточки. Полтаблетки, да. А, полтаблеточки можно давать, да? С чем-то. Ну, опять-таки, вы своим детям можете давать, да? Другим вы не можете рекомендовать, потому что вы представляете компанию. Ага, спасибо. А еще вот такой вопросик по поводу вот этих батончиков. Она, если я себе покупаю, естественно, ей тоже нужно. Ей можно какую-то хотя бы, ну, долю прям небольшую-небольшую. Можете попробовать, да? Я ей этого давала, она прям с удовольствием. Она подбегала к холодильнику, по-моему, еще надо. Ну, еще не надо. Сочек небольшой. Чуть не можно, конечно. Наталья Николаевна, это такой вопрос. Вот у детей с нарушением головного мозга, да, работы головного мозга, с детским, церебральным, чьем особенности питания какие? Какие-то рекомендации, может быть? Ну, вы знаете, когда ко мне такие дети приходят, какие-то, может быть, мы дополнительные продукты назначаем. Здесь надо рацион смотреть. Но обязательно. Обязательно подбираются омега-3, обязательно дается. И обязательно витаминно-минеральные комплексы. У меня вот несколько пациентов ездили, методика Глена Домана, американский центр. Они восстанавливают детей с детским, церебральным параличом. У них, значит, занимаются с детьми в течение дня небольшими курсами, прямо гимнастика такая, по 10 минут, но очень интенсивная. Не так один раз в день там длительно позанимались, а вот в течение дня постоянно. И они говорят, что пока вы не подберете омега-3 и витамины-минеральные комплексы, мы не начнем работать с вашими детьми. И поэтому мы вот подбирали, у меня вот есть дети, которые как раз мы омегу-3 от Арифлейм брали, и витамины. А вот ребенку там год и месяц, по-моему, то есть вот нашу амебу в каком количестве тогда можно рекомендовать? В чайной ложке. Да. А еще вопросик. Это необходимо и на постоянной основе, потому что это элемент, да, вот структурный элемент головного мозга. Да-да-да, я вас слушаю. Задавайте, задавайте быстро. Если набрать вес ребенку надо, то есть тоже рекомендую. Ну, это вот с детским церебральным параличом. Очень часто, ну, тогда мы немножко увеличиваем колоритность, просто надо индивидуально рассматривать, потому что дети с неврологической симптоматикой немного хуже усваивают, это раз, а во-вторых, у них еще дефицит массы тела идет за счет мышечной массы, понимаете? Ребенок же не двигается в полном объеме, как должен двигаться, и тут за счет этого идет дефицит. Здесь только работа, да, какая-то физиотерапия, там, физические упражнения, там, я не знаю, еще делают какие-то гири на ноги, чтобы ребенок, да, вот, накачивал. И большая колоритность, может быть, какие-то лечебные смеси для дополнительной колоритности. Наталья Николаевна, у меня ребенку 4 года, мы с 3-х лет принимаем витамины, но он у меня часто болеющий, то есть ухо, горло, нос, постоянно, то есть горло, я ему пополщу регулярно. Но это он у кого-то, у кого-то, или у вас, или у мужа было такое горло, это однозначно. То есть никаких дополнительно иммунных препаратов, ничего больше не принимать? Достаточно витаминов, то, что мы принимаем? Да, достаточно. Вы мне потом подойдете, я вам на ушко шепнула. Хорошо, спасибо. Маленький еще один вопрос. Если ребенок не имел грудного вскармливания и поднялся, скажем так, до года и два месяца на искусственном питании, что можно ему предложить из наших витаминов и в какой дозе? Сейчас 4 года? Год и два. Год и два сейчас? Ну, вы можете амегу-3 дать, получая лыжки, больше ничего не надо ребенку. Сейчас смеси, их же старают приблизить к грудному молоку, и по питательной ценности они очень качественные. Вас что-то беспокоит в этом? Я как бы, есть же дети разные. Я просто всегда настраиваю, говорю к грудному молоку, потому что мне очень хочется, чтобы мамы понимали, что это важно. Если у них рождается ребенок, чтобы они направляли все силы. Но бывают разные ситуации, но по каким-то причинам мама не может кормить. Ну, значит, надо подобрать грамотно смеси все. Если он вырос до года, до 2 года, это будет великолепно. Спасибо. Наталья Николаевна, у меня ребенок на грудном вскармливании. Могу я употреблять вон-эспек? Женщина себе. Конечно. И амегу-3 обязательно. Да. Полностью просто пользоваться все. Спасибо. Наталья Николаевна, я хотела спросить. У меня очень простые вопросы. То есть вы в начале нашей лекции говорили, какое мороженое вы съели в вашей волоске, какое организация. Чем зла. Сколько ваша коровка на скилочках. На скилочках, да. И еще один простой вопрос. Какой самый полезный сыр на завтрак? Сыр? Угу. Ну, вы знаете, вообще могу сказать, что если я рекомендую детям сыры, то сыр как адыгийский или как твердые сорта пармезан. Вот такие вот сыры. Они более полезные. Почему? Плавленные сыры не полезные вообще. А сыры, которые вот такой средней выдержки, в них добавляют много ферментов, ускорителей, чтобы они быстрее созревали. Такие как российский, тельситер, да, там, алтермани. Вот это вот среднее. И поэтому в них много консервантов, дети часто реагируют на это. И тогда я говорю, что, да, полезный сыр вот такой вот, да, как адыгийский, вот такого плана, или как пармезан твердые сорта. Есть же не только пармезан, твердые сорта разных есть. Ну, а так кусочек сыра, возьмите, по низкой жирности возьмите, чтобы он там был 30% жирности, да, не 50%. Спасибо большое. Пожалуйста. Татьяна Николаевна, у меня такой вопросик. У меня дочери 12 лет, и у нас хронический дерматит. Я так понимаю, если поверхностно-чехол не помогает, может быть, что-нибудь изнутри посоветуйте? Ой, здесь надо обследоваться. Носухость-то вы... Шелушицы, мелкие-мелкие приматы. Бывает, что по всему телу, бывает, только на ручках остаются. Вам же нужно провести аллергообследование для начала. Проводили для того, чтобы понять, бытовые какие-то... Может быть, на пыльцу реагируют. Потому что лечение аллергии, оно начинается с того, что мы устраняем, да, уявляем аллерген. И желательно максимально устранить контакт с ним, с аллергеном. Очень часто у детей уже в таком возрасте какие-то бытовые, может быть, клещи домашние были. Животное есть дома? Нет, мы проходили все вот эти вот анализы, ничего не выявило. Вот сказали хронический дерматит, что нужно там, не знаю, увлажнять постоянно кожу. Ну, постоянно увлажнение. Но омега-3 вы точно можете попробовать ей дать. Потому что можно даже попробовать сначала помазать. Если нет реакции, нет. Да, немножко капнуть в ротик. Опять, не реагируя, значит, мы можем давать уже в полной дозе. Омега-3 они не повредят вам. Вот дозировочку из... Ну, в 12 лет вы 1 чайную ложку, мерную ложечку даете, 1 раз в день. Это вы достаточно. Постоянно? Постоянно, да. Спасибо огромное. Здравствуйте, Антония Когайевна. У меня вопрос по, не по детям, по пожилым людям. Те же дети. Я слышала такую информацию, что пожилым, особенно если проблемы с сосудистой системой, с суставами и так далее, нужно больше давать омеги. Там для 2 миллиграмм. Ой, это во сколько ни когла мне нужно? С этим вопросом. Не могу вам ответить. Про взрослых нет. Обычно я назначаю все равно обычную стандартную дозировку. Я считаю, что главное, чтобы это было регулярно. Ведь тоже не важно, неизвестно. Вот мы можем давать себе большую дозировку. Сосется там в организме или нет. А если там недостаточно какого-то фермента, это может и не всосаться абсолютно в том количестве, которое нужно. Важно, чтобы это было регулярно. То есть наша профилактическая доза 0,3. Две капсулы ваши? Нет, две капсулы. Спасибо. Да, 0,3 получается 0,6. Потому что профилактическая доза от 500 миллиграмм до 2 грамм. Вот это вот доза, которую мы можем давать. Это, да.